Шуметь нельзя. Сегодня в Югре вступает в силу закон о тишине. Поправки в окружное законодательство депутаты внесли этой осенью и теперь у югорчан есть тихий час. С часу до трех дня в многоквартирных домах введен полный запрет на проведение строительных и ремонтных работ. Какие штрафы предусмотрены для нарушителей и как к изменениям относятся югорчане, узнала Евгения Ефременкова. Мама трехлетней Алисии особое внимание уделяет режиму. Все по расписанию. Завтрак, прогулка, обед и сон-час. Важно, чтобы в это время в квартире было тихо. Поэтому, считает Татьяна Хананова, закон о тишине мера правильная. Раньше приходилось в одиночку решать вопросы с шумными соседями, а теперь это будет регулировать закон. Приходилось и с соседями, и приходилось с рабочими, которые в офисных помещениях внизу уже полтора года как не могут разобраться с ремонтом. Ну, конечно же, да, и разбирались, пытались уговорить как-то пойти на компромисс, но это все было бесполезно. Я считаю, что закон этот принять стоит, потому что это связано с тем, что ребенок сейчас пошел в детский сад, а как известно, что дети часто болеют, а режим нарушать нельзя. Как известно, у любой медали две стороны. Если молодые мамы нововведению рады, то у людей, которые занимаются ремонтом, есть вопросы. У Олега Самолова строительная компания. С законом он согласен, но считает, что продолжительность тихого часа должна быть меньше, чем два часа. Его продолжительность, я считаю, должна быть не более, чем полтора часа, потому что за этот период и все успевают отдохнуть, выспаться. Но если люди в больших, огромных домах, где очень много квартир, они стараются побыстрее сделать какой-то ремонт, перепланировку, если они задумали. И строителям тоже должно быть время на все эти моменты. Закон о тишине приняли окружные парламентарии. Решение вынужденное. Горожане регулярно обращаются с жалобами на шумных соседей. Теперь таких будут наказывать рублем. Для физических лиц штраф составит от 500 до 2500 рублей, для юридических – 11,5. Всего лишь два часа в день, в обеденное время нельзя производить эти работы, которые сопровождаются повышенным уровнем шума. Ничего страшного в этом нет, а защита для соседей есть. Стоит отметить мнение врачей. Шум крайне негативно влияет на нервно-психологическую деятельность организма и органы слуха. Он утомляет, мешает сосредоточиться и даже приводит к сильному стрессу. Негативно влиять на организм может не только соседский шум, но и встреча с участковым, который выпишет административный штраф особо буйным и неугомонным. Не забывайте о новом законе. На первый тихий час Югра уходит уже сегодня. Евгения Ефременкова, Никита Ручкин. Вести Югория. Ханты-Мансийск.